так всех приветствую на своем канале так выехал в поле сегодня у нас 22 22 мая а так вот выглядит на нас показ повсю цветет одуванчик все в одуванчик все завито одуванчиком здесь не этот не подсеивали все естественное дашк левер примерно такая высота но еще рано наверное числа десятого начнем фигачить сенаж не знаю здесь начнем или другом месте начнем воды еще много стоит но без названия видео поймете значит что у нас 14 мая мы сели здесь овес и овес горох и вот приехал посмотреть что у нас вышло как-то неравномерно взошел вот середина с краю намного меньше овес и трава как горох вижу горох суховато ему бимбли тебе надо густой подойдем посмотрим что здесь у нас овес пока один трава вон газонная которая райграс вот так один овес не особо не видно некоторые вон горох проклюнувший есть который сверху но ему еще рановато и дождичка б пойдем сзади посмотрим больше притаптывали здесь там оборонили а здесь уже и газелью вот так я встал и посмотрим что здесь а пока я вижу основном овес кое-где вон горох может вика или горох сходит особо разнообразие не видно прошло у нас значит 14 сегодня 22 8 8 на 9 дней 14 до 8 дней так все выглядит но буду показывать вам как что и почему наверное теперь через еще дней 10 надо будет снять и по посмотреть здесь засеяли это около пяти гектар просто ну предысторию расскажу то есть много меня учили я благодарен конечно за ваш комментарий который вы пишете но были такие комментарии как допустим весной пахать целину не надо как не надо если надо сеять овес где его сеять если осенью никто не пахал начинать все равно надо осенью весной до с весенний тяжелее тяжелее вот здесь мы то есть спахали весной дисками обработали есть видео на канале 4 следа туда-сюда но разбили конечно дернину такая она подсохшая кое-где все равно есть кочки но это то издержки ничего страшно будет осенью попробуем распахать да это значит дисками в четыре следа мы продисковали про баранили засели филка делка сзадет она селка зерновая травяная у меня 36 да еще много там неверующих универсальная вся такая т т там травяная стоит лейбл как ним в следующем есть кстати видео у меня про эту сеялку так что посмотрите именно травяная то есть сзади у нас стоят эти ящики травяные сеют они хорошо по нормативам я смотрел вроде 25 35 килограмм на гектар но мы маленько поменьше делали и прошлые разы меньше делали так что думаю что будет достаточно на следующем году здесь богоз для покоса сеяно раз попробую еще в двух местах распахать но большие затраты вот на эти 5 гектар у нас там пострачено было осев это 40 тысяч до зерна комбайна так что все это вылилось копеечку ну не знаю теперь буду снимать вот с этих здесь примерно 5 гектар то есть расскажу вам сколько у меня выйдет все ножа и какой он получится с нему как мы его на ферму свезем как это все будет поедаться так что смотрите пишите комментируйте поеду так вот эта сеялка сеяли это продолжение разговора о том какая у нас сеялка и что я знаю что не сейчас посмотрим вот какая такая созу у нас короче я вроде снимал же обзор ну ладно всем пишите комментируйте чем плоха чем хороша мне кажется она больно много зерна хавает сеет ну ладно вот так вот на окончание видео все всем пока подписывайтесь подписывайте комментирует и добавляйте что знаю что не знаю расскажу покажу попробую помочь ну и вы мне такими комментариями помогать помогать ван